Привет всем! У меня была такая некая рубрика в рамках проекта Россия Чужой Взгляд, куда я приглашал своих коллег, гидов и где они рассказывали про то, как они работают в основном с иностранными туристами. Но я решил это выделить в отдельную рубрику, просто назвать ее «Гиды Петербурга». Ну и, собственно, сюда я буду приглашать людей самых разных, но желательно находить каких-то интересных. И, как вы видите, наш славянский гость сегодня, да, тем не менее гид по Петербургу, который специализируется на туристах из Вьетнама. Да, здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Элла, Элла Чан. Я гид вьетнамских туристов. Да, познакомились с Эллой очень просто. Элла пришла ко мне на экскурсию. Кстати, даже помнишь, это были романы «Обе соплей». Да. Да, и там во дворе дворца Великой Квязи Владимира Александровича мы и познакомились. Во-первых, расскажи про свою генеалогию, потому что ты слишком уж хорошо, как ты говоришь по-русски, для вьетнамки. У меня папа вьетнамец, мама русская. Родители познакомились друг с другом в России. Папа приехал из Вьетнама, работал сначала сварщиком, и потом встретил красивую русскую женщину, девушку. Она была очень молодая, а он танцевал очень красиво и умел хорошо говорить по-русски. И они познакомились, в итоге родили меня в Сибири. Я выросла до 6 лет, и потом вся семья уехала во Вьетнам из-за личных обстоятельств, потому что там у папы авария случилась, он потерял ногу, и надо вернуться всей семьей во Вьетнам. И мама там жила во Вьетнаме 13 лет. Я там выросла, училась в университете, даже год успела учиться в университете во Вьетнаме. И потом меня государство Вьетнам отправило в Россию. Я училась в России 6 лет на преподавателя русский язык как иностранный язык, то есть преподаю русский язык для вьетнамцев. Вернулась во Вьетнам, учила вьетнамцев год, там преподавателем работала. Ну, не понравилось, потому что мало денег. Потом переехала на юг Вьетнама, и там много русских. А мне не хватало общения с русскими людьми, потому что если только с вьетнамцами, то я с детства привыкла и с папой, и с мамой общаться. И в итоге приехала в Нячанг, город, курорт во Вьетнаме. Наверное, все туристы тоже русские приезжают туда часто. И там работала помощником директора в русском информационном центре в Нячанге у русского директора. Помогала русским туристам, потом переводила и поддерживала русских туристов. И через какое-то время встретила свою Любовь и переехала в Санкт-Петербург. Тут я нашла работу. Любовь, ты говоришь, сейчас сидит в соседей комнате, куда-то ее выбрала, чтобы она тебя не смущала. Да. И не думала, что буду возвращаться в Россию, потому что я там выросла, работала, и думаю, что там будет стабилизировать свою жизнь. Но оказывается, что вот так вот. Я уже здесь два года. Скажи, пожалуйста, мы в России немного представляем и понимаем, кто такие китайцы. Мы немного представляем и понимаем, кто такие японцы. Даже в последнее время начали немного понимать и представлять, кто такие корейцы. Ну, южнокорейцы, конечно. Вьетнамцы, что это такое? Как бы ты вот описала для чего-то? Вот я никогда... Для меня Вьетнам это, естественно, Рэмбо. Там, знаешь, вот это вот все. Там, Вьетконг. Ну, еще немножко забегая назад, там, попытки Франции что-то там, значит, отхватить. Да, Андэшин, как у них это называется. Что такое вообще Вьетнам? Кто такие вьетнамцы? Чем они живут? Чем они отличаются от китайцев, японцев, корейцев? Ну, Вьетнам находится... Ну, ты уж так, потому что совсем не надо. Около Ки. Вьетнам находится чуть южнее Москвы. Находится рядом с Китаем. Но это не Китай. Это совсем разные люди. Вьетнамцы очень добрые. Дружелюбные. Они очень много общего характера с русским народом. Поэтому очень много семьи, ну, как бы совместимости из Вьетнама. Да, совместность из Вьетнама и России. Например, я. Вот результат такой получился. Вот. И они очень, ну, как сказать, народ, который перешел очень много войн. Пережил много войны. И всякие вот эти трудности. Это, ну, такой, как ёжик. То есть, видно, вроде такие добрые-добрые-добрые, но когда надо, они умеют защищать себя. Вот. И Вьетнам, ну, вы знаете, да, в каком-то 2897 году до нашей эры. То есть, он появлялся уже давно-давно, он древний, вроде такой, ну, и как бы, ну, и из-за войны, поэтому до сих пор ещё развивается. Но сейчас Вьетнам идёт к тому, что, ну, как бы, тянется уже, как до Таиланда, и как Сингапур хочет превратить себя в такую сторону. То есть, общается со всеми странами и развивается. Ага. Вьетнам уголь. Все в тапочках бегают, там, ну, короче, всё пыльно, и, ну, как бы, было не так развито, как сейчас. Вот с 93-го года до сих пор вот сейчас вообще уже совсем другой Вьетнам. Если я возвращаюсь, я даже, ну, не помню, какие дороги, где, что находятся, это, как бы, всё меняется. Ну, да, модернизировано всё. Да, очень быстро меняется. Скажи, пожалуйста, а вот такой вопрос интересный, вот, вот след вот этот вот, вот какой, как вот тень у меня на лице. Да, я на самом специально так сел, чтобы оттенить нашего замечательного гостя и не светиться своим таблом. Вот для нас, конечно, Вьетнамская война, ну, нам в Советском Союзе преподавали определённым образом. При том, что я знаю, что во Вьетнаме там же действительно были противооборствующие силы, были и проамериканские, да, и коммунистические. Вот сейчас последствия этой войны как-то сказываются, как это отобразилось на обществе, как это отобразилось на восприятии России и США? Ну, Вьетнам, раньше, когда была Америка, Вьетнам делился на две части, то есть север за Советский Союз, ну, южная часть за Америку. Ну, сейчас, потому что Вьетнам с 93-го, 2-го года, вот так уже со всеми, ну, мы типа дружим и прощаем и Китаю, и Америке. И Китай. Да. То есть Китай там тоже руку приложил. Китай был, когда, давно-давно уже, до нашей эры, потом пришёл где-то, ну, короче, 10 веков, они были во Вьетнаме, то есть север Вьетнам был тысяча лет под Китаем. И вот Вьетнам всё равно, когда, ну, по-моему, династия Ло, если я не ошибаюсь, они освободили. И вот это вот всё, Вьетнам, ну, как бы, никогда не забывает своего соседа, соседа, который пытается всегда как-то, ну, как бы... Ну, не только Вьетнам, там, много ещё кто Китая не забывает. Ну, они, как бы, очень осторожно дружат, но всё равно, вот, самый незабываемый друг это Китай, потом уже Америка и так далее, но они уже простили. То есть они ведут общие, ну, как бы, со всеми мы дружим. То есть не будем мы обижаться на тех, которые нас обижали, это уже прошло. Ну, конечно, наверное, держат дистанцию. Что относится к России, то для Вьетнама Россия, это старший брат, то есть они всегда благодаря России, поэтому Вьетнам, ну, как бы, и, ну, как бы, победил войну тоже, часть из-за этого, да, и оружие из России, и много всего России помогало. Да, и поэтому, когда приезжают русские, они очень, ну, как бы, о, это русский человек, особенно северные вьетнамцы. Вот, на юге тоже, ну, как бы, северные вьетнамцы больше помнят об этом. Вот. Скажи, пожалуйста, именно поэтому, да, развивается туризм вьетнамцев именно в Россию, потому что вообще можно следить, насколько шла прогрессия, да, туристов? То есть я так вижу, что просто поток-то вырастает. Ну, да, и сейчас, во-первых, мне кажется, экономика во Вьетнаме поднимается, люди, они больше, ну, как бы, зарабатывают, у них есть возможность откладывать и поехать в Россию, в Европу. Ну, молодёжь, они едут во всех странах, чтобы сравнивать, да, ну, как бы, где лучше, чтобы и учиться от этих стран, ну, как бы, чтобы страна своя развивалась. А старшие поколения, они просто жажды сюда приезжают и говорят, это вторая моя родина, я хочу её ещё раз увидеть. Некоторые туристы мои, им где-то 80 лет уже, или даже, ну, как бы, ну, постарше, вот, они говорят, что вот я хочу увидеть ещё раз Россию и потом умереть. То есть вот они до такой степени, до такой степени, что они очень, ну, как бы, благодарят Россию. И они приезжают, ну, некоторые рабочие, которые раньше работали, как мой папа, да, они приезжают в те места, ну, это кто-то работал в Великий Новгород. Вот они туда приехали, и они приехали в это общежитие, пообщались с теми людьми, которые там раньше жили и работали. Вот они прям в восторге, и везде побывали по всей России, очень нравится. Скажи, пожалуйста, ты сама, вот, когда водишь, есть какие-то особенности, когда ты водишь именно туристов из Вьетнама, то есть это чем-то отличается от, не знаю, ну, допустим, ты бы водила туриста из Москвы? Ну, я не водила ни разу, да, но я знаю точно, что если есть вьетнамские гиды, есть русские гиды, говорят по-вьетнамски, но у меня есть особенность. То есть, может быть, я только приехала сюда, в Питер, да, ну, как бы полтора года, у меня, как бы, знание про Питер не очень, как бы, хорошее, но у меня есть культура. То есть я знаю хорошо русскую и вьетнамскую культуру, и у меня душа-то русская, а я живу в России, а менталитет у меня вьетнамский, то есть у меня 50 на 50, поэтому у меня очень легко, вот, я могу донести русскую культуру до вьетнамцев. А когда мы отдыхаем, ну, как бы, в городе, да, в России, например, приезжаем, мы же должны знать культуру этой страны, мы же должны знать, как люди живут, что они кушают, что они любят, как, ну, как бы, ходить, жить здесь. Вот за одну неделю они должны, ну, пройти Москву и Питер, вот, они приезжают в Питер, и они живут здесь, как будто они долго жили, я им даю такое ощущение. Пою им русские песни. Ну-ка, спой что-нибудь, не стесняйся, не стесняйся. Ну, Катюшу пою им, или там, ну, как, «Два берега», вот, могу спеть «Два берега», которые, песни, которые русские уже, наверное, только бабушки за 70 лет помнят. «Ночь была с ливнями и трава в рассе, про меня счастливая говорили все, и сама я верила в сердцу вопреки, мы с тобой два берега у одной реки». Все. Божечки, я даже не вьетнамец, но даже у меня душа. Я чуть-чуть волнуйся, я не получилась, так, может, слова перепутала. Нет, нет, это все отлично получилось, слушай, поразительно. А по вьетнамски есть тоже, сейчас спою по-вьетнамски. Субтитры создавал DimaTorzok Так, кто за то, чтобы записать прекрасную эту песню отдельную и выпустить, ставьте там комментарии. Да, они любят эти. И полайпите, мы, я заморочусь, сделаю, на самом деле, обалдеть. Они любят «Миллион алых роз», «Подмосковные вечера», «Калинка», все вот эти песни, ну, как бы, я не знаю все наизусть, ну, как, мелодию и пою вместе, ну, как бы, с ними. Хорошо, сейчас мы волшебным образом изменим освещение здесь. Давайте я включу, чтобы я не... Да, то есть светлее даже. Э, вуаля! Мэджик, мэджик пипл, вуду пипл. Ну, вторая часть, это была в потемках, а это в таком светлом антураже. Что их больше всех поражает? Больше всего поражает в России вьетнамцев. Ну, давай так, можно в России, ну, поскольку Петер-Москва, да, все-таки Петер-Москва, они разные города, они вообще, как бы, ну, понимают разницу этих городов? Да, но они, значит, сразу не замечают, но когда мы рассказываем, что Санкт-Петербург, это, ну, как бы, ну, город такой древний, ну, не древний, как вот Москва, ну, осталось то, что здание, и вот вы видите, что здесь все вот, как бы, раньше при Романовых, все это все сохранилось. Вы заметите, вот люди, они ходят, это еще, как бы, манеры, которые от Романовых все осталось, я культурные, да, да, мы такие, мы такие, мы такие, мы такие, мы такие, мы сюда, они такие, о, да, 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 я тоже точно чувствую, так в Москве все бегут, а здесь, ну, как бы, все спокойно ходят, реально все культурные такие, я говорю, ну, вот, ну, все зависит от гида, то есть, что мы говорим, ну, то и они чувствуют. И я начинаю говорить, ну, я же правильно говорю, я же правда говорю, вот, культурные люди, они идут спокойно, если вам надо спросить, вы спокойно подходите и спрашиваете, они ответят, все они там, ну, как бы, для вас, это город такой вот добрый, хороший, они такие, замечательные вот эти здания прям, они, они прям видят вот это все, им нравится. Они говорят, реально здесь, ну, как бы, культурнее, красивее, замечают природа красивая, мосты, вот эти реки, Нева, говорят, где Нева, Нева, говорят, сейчас, подождите, скоро приедем, вот, потом, ну, как бы, они прям влюбляются. То есть, они, когда на стрелку выходят, у них там, наверное, вообще слабошее. Да, они, они говорят, это река, я говорю, да, как море, только красивое, я говорю, здесь еще есть финский залив, они говорят, ооо, и, ну, как бы, приезжаем туда, они смотрят, и мост вот это, особенно, когда едем в Кронштадт, и вот через вот это вот дамба, да, они говорят, неужели вот так можно сделать, то есть, я говорю, мы под заливом, да, вот сейчас и едем. Они говорят, ничего себе, я говорю, вот эта вот дорога, вот, ну, 1,8, ну, как бы, почти 2 километра. Он говорит, как так? Ой, когда, ведь, нами так сделают, у нас метро еще нет, они говорят, ну, у нас тоже скоро будет, все будет хорошо. Они говорят, ну, русские умные, то есть, они считают, что это очень добрый, умный, мудрый народ, и именно этот город прям, ну, вдохновляет их, и они прям влюбляют. Им надо комментарии под некоторыми видео почитать, про добрый, умный русский народ. Ну, а что я первое говорю, когда туристы приезжают, я говорю, у нас, ну, как бы, много деликатесов, и первое вот деликатес, который в Санкт-Петербурге, это погода. То есть, я всегда им говорю, это погода, надо вам всегда брать зонтик с собой и, ну, как бы, одежду, накидку, чтобы не холодно, или, ну, как бы, жарко можно снять, и дождь можно зонтиком ходить. Они говорят, да ладно, я говорю, ну, если кто-то не слушает, завтра сами будете отвечать. В следующий день, ну, как бы, некоторые не взяли и говорят, реально так. Ну, есть трудности, когда они едут в автобусе, и их много, 35 человек, например, да, или, там, больше, или, там, 20 человек. То, когда автобус, он не может останавливаться на остановке долго, они очень медленно спускаются. Почему? Потому что у нас во Вьетнаме все на мотобайке катаются, и они очень медленно ходят пешком. То есть, они идут вот так вот, ну, один русский идет уже, вот, не знаю, ну, короче, он наполовину русского, наверное, медленнее идет. То есть, медленно идут, и из-за этого они не успевают спуститься, залазить, или, там, постоянно, перед тем, как, говорю, сейчас спускаться будете с автобуса, не забывайте, там, телефоны свои, или что-то, они, да-да-да-да, и все, ну, короче, туристы же, они отдыхают, и они не слушают, и спускаются, ой, я забыл, а забыл автобус, как бы, нельзя. Слушай, я не знал, что в Вьетнаме все медленные. Ну, это общий азиатский характер, они, как бы, расслабленные, они буддисты, они наслаждаются, вот, и у них, ну, как бы, они на мотобайке едут все, поэтому, они не привыкли пешком много так ходить, то есть, для вьетнамца он приехал в Россию неделю, чтобы посмотреть три дня в Москве, три дня в Питере, и постоянно пешком так ходить, тем более, в Питере пешком надо ходить больше, чем в Москве, это тяжело. А есть дедушки, бабушки, которые за 70, за 80 приезжают и пытаются все это, вот, все обсмотреть. Если не расскажем все, не покажем, они обижаются. Как они реагируют на местную кухню? Ну, местная кухня, некоторые, конечно, вьетнамская кухня для них привычная. Ну, понятное дело. Вот, которые учились в России, они хотят попробовать и не забыть этот вкус, они просто кайфуют от этого. А есть, которые приезжают и говорят, ой, здесь кухня, она немножко, как бы, жирноватая, но много, как бы, как сказать, протеина, белков, да? Ну, очень слишком много. Я говорю, что, ну, извините, потому что у нас, ну, как бы, если мы не кушаем так, мы не можем много ходить пешком, зимой нам будет холодно. А во Вьетнаме главное блюдо это что? Это рис, так же, как и в Китае. А потом обязательно вот эти вот овощи, постоянно овощи, причём они, овощи у них варёные, как зайчики кушают, отварят вот эти капусты или, ну, не капуста, капуста это уже самое уже такое, а так вот у них специальные овощи, они отваривают, кушают или жарят их, или суп фо кушают. Это, наверное, все русские, которые любят вьетнамскую кухню, они кушают, здесь есть на Жуковском, 27, вот, несколько у них точек, они продают вьетнамское блюдо. И так вот они утром кушают, ну, как бы, днём кушают русскую кухню, а вечером уже вьетнамскую, чтобы не, ну, как бы, не надоедали. Вот, ну, не как у китайцев, потому что китайцы полностью китайское кушают, да? Китайцы очень сложно нашу кухню воспринимают, они на второй день уже готовы сдохнуть, отдайте нам китайской еды. А вьетнамцы, они, они кайфуют, они, ну, считай, что они приехали в эту страну, 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 всё правильно, у меня проблемы, да. Ничего страшного, не у тебя у многих русских проблемы, поэтому... И, ну, меня постоянно такое забываю, вот, и, короче, они пытаются, у нас в Вьетнаме есть такая фраза, это приезжаешь, в какой дом такие тапочки одеваешь, то есть ты должен, ну, как бы, привыкать. Хочешь, не хочешь, ты должен это блюдо кушать. Ну-ка, напишите-ка аналог нашей русской поговорки, да, у нас есть на самом деле. Вот, и ещё что, вот, и они приезжают, говорят, ой, как вкусно, как вкусно, и они говорят, ну, мы же хотим, чтобы они покушали все блюда, то есть понимали культуру российскую, первое, второе, третье, вот, и утром они кушают в отеле, а днём начинается там, что... Они едят борщ. Борщ, да, первое это суп, борщ, такой большой, потом какая-нибудь курица, да, ну, там, с картошкой, там, толчёной, потом, а, салат сначала, потом борщ, потом вот это блюдо, потом десерт. Вот, и они говорят, реально, вот, человек русский, он кушает всё это за один раз, но мы же хотим им показать, как мы кушаем, мы говорим, конечно, не за один раз, но мы хотим вам показать, и чтобы вы попробовали все русские блюда, вот, за эти, вот, краткий срок. Они говорят, а, понятно, и им не хочется это всё выкидывать, потому что, ну, как бы, лишнее нельзя же оставлять, они так считают, и они всё едят, едят, и мы говорим, ой, так наелись, а там садятся в автобус и говорят, вот, поели, давайте поспим. Вот, и вот мы приедем, и дальше, и дальше пойдём куда-нибудь, там, Исаакиевский собор или Петергоф и так далее. Ну, короче, им очень нравится, им нравится кухня, им нравятся люди, даже если они сразу этого не понимают, то я буду вдохновлять их, чтобы им понравилось, потому что я люблю Россию, и хочу, чтобы они так же любили, как я. Скажи, пожалуйста, обратная ситуация, русский во Вьетнаме, когда это началось, в каком состоянии это сейчас там пребывает, и как ты думаешь, к чему это ведёт? Ну, просто, например, вот у меня знакомый фотограф тоже там провёл полгода, по-моему, в Вьетнаме, что-то там фотографировал каких-то там своих голых баб там на пляже. Русские в России, в смысле, они... В Вьетнаме, в Вьетнаме. А, русские во Вьетнаме, в смысле, они... Ну, они же не в 70-х годах там появились, я имею в виду, массово. Ну, да, но там есть города, которые русским очень нравятся. Это... Потому что русские любят отдыхать на море. И на севере Вьетнама там нету такие красивые пляжи, как на юге Вьетнама. Там город Нячанг, Дананг, Фукок, вот это всё, вот и юг Вьетнама, там белый песок и красивое море. И поэтому люди туда приезжают, отдыхают, находят работы и работают там. Им очень удобно. А в каких сферах? Туризм. Они работают, гиды для русских. Ну, как я вот, для вьетнамцев, да? Ну, как бы, они говорят... Всё равно вот, когда вот, если свой гид, например, русский гид для русских, то он больше понимает менталитет своего народа, и он может их вести и вот, ну, дать им то, что они хотят. А вьетнамский гид, ну, во Вьетнаме, ну, кто-то хочет экзотику, он, как бы, попросит. А в принципе, не очень интересно, потому что он пока будет говорить, не очень, как бы, понятно до конца. И, ну, свои-то они хорошо пьют, и правильно, как бы, умеют донести это. А вьетнамцы, они маленькие, объём меньше, они побьют, и всё, уже не может вести тур. Да, ведь это тоже большая, ну, общность у азиатов, что они к алкоголю так достаточно... Ну, не негативно, но нет у них, конечно, культуры употребления, как здесь. Ну, они употребляют, и жёстко тоже употребляют, но у них объём, наверное, маленький, и они привыкли себя контролировать, чтобы не было проблем. Вот. И русский человек, когда пьёт, он пьёт много, и с ним ничего не случается. Он весёлый, и он придумывает много, и он может в космос улететь, может, подводной лодкой, да? То есть много придумывает, и, ну, как бы, вот так вот. Это из-за здоровья, мне кажется, иммунитета. Скажи, Павелся, тебе самой, вот, вообще, в Петербурге, как, насколько живётся? То есть, как, например, климат, вот, прекрасные месяца, типа, ноябрь-декабрь, да? Ну, я приехала сюда в июле 2018 года, вот, и поначалу тоже привыкала, но я очень быстро адаптируюсь. То есть я жила в Туле 6 лет, вот, и, ну, уже же в 2013 году я вернулась в Вьетнам, и потом уже в 2018 году вернулась сюда, поэтому, ну, как бы, я не очень сильно ощущаю разницу. Ну, здесь, как бы, много серого дня, да. Ну, для меня это тоже ничего, потому что я очень весёлый человек. Я думаю, могу петь, танцевать сама, поддерживать сама себя, ну, как бы, вот так вот, и поэтому я не чувствую. Ну, как бы, тяжеловато, когда идёшь до работы, да, вот, сырость, когда тает снег, вот это, ну, мне не тяжело, мне нравится, вот. Я приехала к любимому человеку, я вся на волне своей. Как родители любимого человека? Родители мужа, да, ну, нормально, они очень добрые со мной, очень любят меня и поддерживают, переживают. Первые дни, когда я приезжала сюда, они каждый день мне звонят и поддерживают меня, да. Если у меня... Ну, так мило. Да, если у меня, ну, муж уезжает в командировку, они каждый день звонят мне. Ну, и даже сейчас тоже так же, ну, мы поддерживаем, мы звоним друг другу, и, ну, даже у меня родители так много не звонят мне, да, мне нравится. Они очень такие весёлые, ещё позитивные, и дают мне тоже энергию хорошую, поэтому я не скучаю вообще. Ой, слушай, ну, как хорошо, что есть такие люди, как ты. А пообщаешься и думаешь, боже, да и жизнь не такая. Ну, просто надо относиться ко всему, ну, как, проще. То есть, ну, раньше, наверное, у меня тоже были какие-то вот много, ну, как бы, делаю, не получается, делаю, не получается, или там обижают, или что-то, ну, как бы, вот так получается часто было. А потом уже как где-то двадцать, двадцать три, двадцать шесть лет, и всё, я уже как бы на своей волне, и мне всё равно, как бы, и начала жить благодаря тоже русским. Потому что я встретила русских людей, которые находятся в городе Нячанге, где я работала, и они мне дали вот эту сильную энергию. Они говорят, надо идти вперёд, нельзя, ну, назад. Ну, и плюс ещё вьетнамский менталитет, то есть, терпеливо идти, 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 вот, и ничего. Вносливость какая-то, да. И нормально. Ну, вот сейчас, как бы, нет работы, ну, всё равно весёлые. А ты как до себя видишь вообще перспективы? Ну, то есть, ты, может быть, будешь искать себе какие-то альтернативные занятия, помимо экскурсоводства? Ну, я сейчас вот, ну, раньше я преподавала вьетнамский язык для русских, и русский язык для вьетнамцев. Вот, и когда у меня ещё не было работы гида, я открыла канал, ну, как бы, YouTube себе преподавала там. Давай мы его прорекламируем. Он есть сейчас? Есть. Ну, ты, ну, я даже не знаю, как, элла-чан написано. Нет, ну, мы ссылочку, наверное, поместим. Даже я неопытна ещё. Да мне не жалко, слушай, всё. Кто-нибудь, да подпишется, может, даже с меня придёт тебе какой-нибудь, я не знаю, желающий выучить там вьетнамский. Да, у меня первые видео были некрасивые, потому что я, у меня была идея, чтобы я, ну, как, преподавала вьетнамский язык для русских туристов. То есть не русских, а, как бы, глобально, этот вьетнамский, а русских туристов, то есть какие-то слова. И, в общем, ну, как бы, если надо учиться вьетнамскому языку, я могу научить. Вот, и открыла в прошлом году, по-моему, были некрасивые видео, ну, понятные видео. А сейчас уже, ну, пытаюсь, пока дома, развивая этот канал, ну, про вьетнамскую культуру буду рассказывать или что-то такое вот. Может, какой-то канал. Вот, люблю психологию, астрологию. Как по-вьетнамски я люблю тебя? Ну, смотря кто говорит кому. О, ну-ка, давай, давай, да. Я люблю тебя, если, ну, как бы, девочка, это, она всегда играет роль младшей сестры. То есть, они не родственники друг друга, а просто вьетнамцы говорят от третьего лица. То есть, если мальчик, он всегда старший брат. Девочка, это младшая сестра. Эм, это младшая, ну, младшие. Ань, это брат. Ти, это сестра, да. Эм, Йо, Ань, это девочка говорит мальчику. Ань, Йо, Эм, это мальчик говорит девочке. Вот, Йо, это любить. Йо, да. Смотря кому. Вот, если девочка говорит, то Эм, Йо, Ань. Вот так. Интересное кино. А как у вас там, ну, извини, раз мы эту тему затронули, мне просто интересно. Как там вообще вот эти вот отношения полов гендерные, там, папа, мама, муж, жена, то есть, как бы, ну, я имею в виду, знаешь, сейчас на западе там все вот это равноправие, выше равноправие, то есть, чтобы там женщина была вообще... Мужчина глава семьи во Вьетнаме, всегда мужчина глава семьи, жена, ну, поддерживает мужчину, слушает мужчину, но вся это вот материальное имущество, деньги, она держит, поэтому вроде глава семьи, но женщина все равно все держит. Вот, если будут непослушные, то все, каждый месяц приносит жены деньги, вот, но я считаю, что это не очень правильно, я почему-то, потому что у меня муж русский, поэтому я считаю, ну, я как русская тоже думаю, что, конечно, ну, надо держать, но я не держу, я не совсем вьетнамка, вот. Слушай, ну что, я тебе могу сказать, пожелаем тебе удачи, быть такой же позитивной, я надеюсь, все-таки ситуация отморозится, и в твоем случае, и какие-то вьетнамские туристы сюда поедут. Ну, друзья мои, если вы заходите вдруг, заинтересовались вьетнамской культурой или вьетнамским языком, вот, смотрите, чудесный преподаватель. Да, можете записаться на канал, подписаться на мой канал. Да, да, подписывайтесь на ее канал, покупайте уроки, поддерживайте замечательную нашу компатриотку, но, соответственно, оставляйте комментарии, вот там внизу, все, что касается меня, вы посмотрите в отдельных выпусках, и экскурсии, и все остальное. Увидимся не последний раз, и в более темных обстоятельствах, и в более светлых, на самом деле. Да, ну, наверное, в следующем году все будет хорошо, так надо надеяться. Поэтому комментарии туда, пока. Да, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok